Чё, кого модники? Сегодня поговорим про 5 стильных брендов, которые на самом деле не очень дорогие. Недорогие относительно того, что делают бренды, которые управляют тенденциями, стилем и вообще задают все тренды. Не обязательно покупать одежду в сэшках, либо в популярных масс-маркетах типа Pull&Bear, Zara, H&M. Есть еще популярные бренды, у которых нету магазинов в принципе в России. И я уже делал подобные ролики на своем канале, но они были давно и так себе качество. Плюс я нашел новые бренды и хочу вам о них рассказать. Ну а перед началом просмотра не забывай подписаться на канал, если ты не подписан. Просто поставь большой палец, давайте набьем здесь тысячу штук, может быть у нас и получится. Ну и конечно же отмечайся в комментариях для хорошей статистики этого видео. Ну а я приступаю к рассказу о 5 брендах, которые бюджетные и стильные. И начнем, конечно, не с самого малоизвестного, но он ответит на многие вопросы, где брать крутые штаны. Бренд Obey. Реально, у них очень годные штанишки. Если вы не присматривались к нему, то присмотритесь. Принты с обычным лицом и к ним классическим уже лично мне не нравятся. Но они делают годные свитшоты и годнее всего это штаны. Реально, посмотрите в различных магазинах, на различных зарубежных сайтах. У них они прямо яркие и выделяющиеся. В принципе, просто необычные, что нам и подойдет. Бренд достаточно много висит на скидках и в принципе у него не такая дорогая цена. Хотя другие бренды делают интересные штаны за бешеные бабки. Следующее, это, наверное, очень банально и все знают этот бренд. Это Asos Design. Бренд делает все подряд. Он копирует все стили. Поэтому это не паль, но тоже очень странно. Но они делают что-то и свое и реально годное. Свободные штанишки джинсовые я себе брал качеством доволен. И вот уже где-то 2 года я в них гоняю. Они даже не протерлись. С ними все хорошо, а брал я их всего за рубас. И реально хорошее качество джинсы. Много оверсайз футболок, худи и вообще даже тишки, стилизованные под винтаж. В общем-то, там вы найдете одежду под любой стиль. И серьезно, за очень дешево. Следующий бренд, о котором хочу вам рассказать, это Reclaimed Vintage. Да, тут название говорит само за себя. Бренд больше всего стилизуется на винтажных шмотках. И это прикольно, потому что винтаж набирает популярность. В сэшках его начинают быстрее разбирать. Да и в принципе, в условиях пандемии секонд-хенды особо-то и не работают. По крайней мере, я в них не хожу уже почти 3 месяца. Но Reclaimed Vintage на сайте Asus в принципе позволит вам одеваться стильно и дешево. Они одни из самых дешевых и к ним стоит присмотреться, если вы хотите одеваться стильно. Потому что многие, типа Бершка, Пуландбира, даже не шьют такое. Они шьют больше в массы, не под какой-то индивидуальный стиль, а все-таки, чтобы толпа могла выглядеть более-менее одинаково. И мне из-за этого все-таки они перестали нравиться. Поэтому Reclaimed Vintage рекомендую вам. Кстати, если ты любишь покупать кроссовки или одежду в интернете, но не всегда приветствуешь полный прайс на них, конечно, подписывайся на мою группу Buy ВКонтакте и в Телеграме. Там я ежедневно публикую скидки, сам занимаюсь всем этим, поэтому товары проверенные и точно оригинальные. Цены тебя точно поразят, потому что 136 тысяч человек уже подписаны на эту группу. Все полезные ссылочки находятся в описании. Следующий бренд я пишу как яркий, который подойдет 69, к примеру. Называется он Collision. И если посмотреть на их ассортимент, то вы реально заметите, что у них много ярких цветов. Одежда броская плюс прикольные силуэты у одежды. Не то чтобы классика, что-то более трендовое. Больше оверсайза, больше каких-то нахлестов на одежде. Много всяких весюлек и это выглядит круто. Плюс все-таки это недорогой прайс. По качеству, конечно же, всех этих брендов они будут чуть ниже, чем у дорогих. Но не сказал бы то, что лучше одеваться в какой-нибудь копеечке, экономочи и тому подобным. Это будет гораздо на порядок лучше, поэтому также присматривайтесь, если вы любите яркую броскую одежду. В том числе и брюки, и футболки, и худи, и курт. Следующий бренд, который я реально выделю и который мне нравится. Это Weekday. Они делают что-то более повседневное. Какой-то классический, но стильный лук. Там точно вы сможете собрать. Обычная городская одежда, но с добавлением какой-то изюминки. Большое количество однотонной одежды, черной, белой, бежевой и различных таких приятных тонов. Множество классных курток и не раз я ловил себя на мысли, что именно такую куртку я бы себе прикупил. Тоже недорогой бренд, поэтому можете присмотреться гораздо лучше, чем то, что носят все. Ну и конечно, все ссылочки на эти бренды будут в описании, поэтому советую тебе самому зайти, посмотреть, полистать и решить, что делают они стильно, годно или это фигня. И я наговорил какой-то здесь чепухи. Ну это было все, что я хотел тебе рассказать в этом видосе. Не забывай подписываться на канал, потому что почему-то процент людей, которые смотрят без подписки растет. Надо исправлять. Ну это было все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok